Когда впервые в коме появились автомобиль, ЭВМ, какое животное самое морозоустойчивое и какое село самое железное. На каждой странице этого дневника маленькое открытие про малую родину, чтобы первоклассник мог здесь не только записывать расписание уроков, задания, но и узнать что-то новое. Такую мини-энциклопедию для новоиспечённых учеников издают уже пятый год. И всякий раз с новой начинкой, познавательной и воспитательной. Есть некоторая информация, доступная именно для этого возраста, по году волонтёра и что такое волонтёрство. Кроме того, в дневнике тезисно, но очень просто, изложены основные моменты истории, культуры, географии, традиции Республики Фонд. Нам очень важно, чтобы наш школьник, наш первоклассник ещё и учился любить свою родину и знал о ней хотя бы некоторые факты. Ярко-красочные иллюстрации на офсетной бумаге, которая, кстати, тоже произведена у нас в Коми. Над результатом, начиная от разработки концепции и заканчивая дизайном, работала типография Республики. Тексты пишем полностью мы, совместно с нашими учёными, безусловно, опираясь на чёткие научные факты. Здесь, собственно говоря, ценность этого дневника в том, что учитель может использовать его при занятиях, при рассказе вообще о Республике Коми, опираясь полностью на эти факты. Поэтому здесь абсолютно выверенная информация, здесь абсолютно выверенные факты. Поэтому это действительно такое не просто дневник, а учебное пособие. Пять лет назад дневник, который был инициирован единороссами, был принят на ура не только детьми, его оценили и родители, и учителя. И хотя сегодня в школах активно вводят электронные дневники, проект партийца будет ещё долго востребован. Мы опять провели опрос среди родителей, среди преподавателей и поняли, что всё равно это востребовано. Поэтому, соответственно, партия будет этим заниматься. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо за то, что все бескорыстно участвуют. И ещё раз, деятели культуры, эксперты, научное сообщество включается. Большой вклад вносит сюда, соответственно, Министерство образования. Наталья Михайченко очень активно помогает нам, соответственно. Поэтому я думаю, что этот проект будет. Кстати, проектом наших единороссов ещё полтора года назад заинтересовались депутаты других регионов. И вполне возможно, кто-то уже перенял опыт коллеги с Коми. Между тем, новый пятый дневник уже доставили по всем муниципалитетам. Так что 1 сентября его получит каждый первоклассник. Елена Кононова, Олег Жуковский и Артём Соколов. Телеканал Юрган.